Сегодня я хочу показать некоторые часы из моей коллекции. При покупке часов я руководствуюсь определенными требованиями. Чаще всего, больше всего у меня кварцевых часов, как наиболее практичных. Стараюсь покупать часы до 100 долларов ценой. И желательно стараюсь покупать часы с сапфировыми стеклами, как наиболее практичные, которые не царапаются. И также стараюсь покупать часы, у которых внутри достоверно, я знаю достоверно, что у них внутри швейцарский механизм. Вот мои первые серьезные часы, которые я купил почти 10 лет назад. Это Invicta. Вот эти часики, кварцевые часы. Фирма Invicta. Ну, как бы они... На некоторых часах написано, что фирма на рынке с 1837 года. Я особо не исследовал этот вопрос. Честно говоря, меня интересовал дизайн, доступная цена. Конкретно эти часы были куплены мною на... Тогда они были около 100 долларов. Цена для меня, как мы только приехали туда в США, это для меня были огромные деньги. Это большие деньги сейчас. Но тогда это вообще были огромные деньги. И вот эти часы были куплены тогда. Ну, вот у них, как я уже сказал, номер моделей 4145. Часы Invicta, они характеризуются достаточно большими размерами. Бывают огромные размеры. Ну, конкретно эти часы тоже большие. Но мне очень нравятся. Вот примерно так они выглядят. Поймаю фокус. Вот так они выглядят на руке. Очень прилично выглядят. Дорого, на мой взгляд. Сейчас чуть-чуть удалю. Вот так примерно они выглядят. Такие часики. Ну, размер еще их... Получается диаметр кейса без ключа 44 миллиметра. Потом размер вот этот между крепежами браслета. Это 51 миллиметр. Ширина браслета возле застежки 19,7 миллиметра. Возле застежки. И в этом месте он чуть-чуть расширяется. В районе крепежа, где браслет крепится к часам, тут 21,5 миллиметра. Ну, вот они сделаны такой под классический дизайн. Часы. Как видите. Изначально вот в этих кнопочках были такие стеклышки, камешки непонятно синего цвета. Неграненые, такие кругленькие. Очень красиво смотрящиеся. Ну, что еще из того, что я не сказал. Часы водостойкие. То есть, в них можно плавать, можно посещать сауну. Здесь 4 маленьких циферблата. Один – это дни недели, второй – это месяца, третий – дни месяца. И четвертый – это показывает фазы Луны. Все работает, все функционально. Что еще? Внутри у них в этих часах швейцарский механизм фирмы Ронда. Он на трех камнях, если не ошибаюсь. За 10 лет у них батарея менялась только один раз. То есть, одна батарея отходила примерно 6 лет, наверное, 7. И потом была поменена батарея. Вот сейчас у них вторая батарея. Практически нет никаких царапин на стекле. Вообще, в принципе, вообще ни одной царапины. Так как я уже сказал, это сафировое стекло. Сейчас скажу, какой вес у них еще. Ну, так, что мы имеем. У них, они весят почти 174 грамма. Не очень тяжелые, не очень легкие. Нормальный вес. Вот такие часики. Вот такая заводная головка. Это, вернее, она не заводная, а регулировочная головка для изменения положения стрелок. Тоже она такая сделана под антик, под старинный образец. Вот такие часики. Ну и вокруг позолота, позолоченные кнопочки, позолоченная середина. Достаточно стойкая это все. Как я уже сказал, часам 10 лет. Вот здесь чуть-чуть стерлась. Но они у меня были самые носимые часы. То есть, очень хорошие часы. До сих пор их можно... Эта модель не выпускается уже на протяжении, наверное, 10 лет как раз. Потому что, когда я их брал, они уже были, по-английски, на дисконтинью. То есть, прекращены к продаже, к выпуску. Сейчас периодически можно найти такие часы. Периодически бывают на ebay и на часовых форумах. Можно взять вплоть до 50 долларов. Я потом покажу такой же модель. Эту же самую... Эти же самые часы, только в другой комплектации, с красным циферблатом. Те я нашел за 50 долларов на ebay. То есть, естественно, часы... Сейчас никаких ссылок я не могу дать на часы. Потому что это... Часы не выпускаются. Вам надо самим искать. Я просто рассказываю там о модели как таковой. Ну, вот такое. Ну, вот защелочка такая у нее здесь. Вернее, замок. Как бы очень тоже, опять же, очень просто сделан. Надежно. Шпенек, отверстие. И здесь внутри замок. И подпружинено с двух сторон. Вот такое. Сейчас приближу. Чуть-чуть. Вот знак инвикта. Не фокустирует самая камера. Знак инвикта здесь на часах. Очень паралично все выглядит красиво. Вот такие часики. Все, спасибо за просмотр. Двигаемся дальше.